Будем искать встречи места с коряжками подтопленными. Здесь все заросшее и тяжело найти место, где пойти с карповым удилищем, поэтому у меня удилищ вставки не короткие. Найдем место, типа карп здесь должен быть, представим. Наверное, должен быть. Заменим бойлов в это место. Ищем другое. Ищем четыре точки. После того, как мы везде покидали по смене бойлов, приступаем к рыбам. То есть рыбачим на одной точке, час прошел на другую, час прошел на другую, час прошел на другую. И, по идее, вот эта тактика должна принести монстр в ход. Здесь крупная рыба, она очень осторожная. Тяжело поймать, тяжелейшего даем. То есть у меня было здесь холостых выездов, наверное, 6, может быть, или 7. Пока я не изменил тактику. То есть 6 или 7 холостых выездов, можете себе представить. Я ехал сюда, думаю, ну поймаю я что-нибудь. Ну, как всегда ехал, думаю, да поймаю. У меня есть питание карпио, бойлы лихоносовых. Я лучше. Ну, посмотрим. Сейчас пойдем, и главная задача найти его. Вот мне поможет бинок. А потом, конечно, что-нибудь придумаем. И обязательно поймаем. У нас впереди есть еще гости. Пройдем за карпом. Ладоем небольшой, но тем сложнее в нем ловить. Потому что вон у него где выходит. Тепесно, конечно, что там живет. Надо понаблюдать. Конечно, все виды не могут быть водоросли. Сейчас будет крамот. Стас, не обижайся. Я не специально это сделал, честно. Я взял полкилограмма пелеца крилле краб. Компании карпио. Мелкого, 4-миллиметрового. Зачем ты мне его положил, Стас? И покормил вблизи от берега. Вода прозрачная. Сейчас покажу, кто приплыл на пелец. Пелец. Вообще не было ни сыпухи, ни бойлов. Ничего, просто пелец мелкий. Сначала кружились мелкие рыбки. Потом кто-то приплыл. Того, что бы было, если бы я сюда насыпал сыпухи. Посмотрите, у меня ощущение, что они прям питаются практически. Это толстолобики. Собаки. То есть, вот их целое стадо. Видите? А вот сейчас, раз, и нет толстолобиков. Все то же самое, толстолобиков нет. Как это так? Раз, снова появились. Это поляризованная насадка на объектив. Но сам факт того, что эти лоббатые здесь, говорит мне о том, что мне ни в коем случае нельзя использовать пелец. Никакой. Иначе у меня будет вот такой вот в точке. Сами подумайте, если я вальну туда килограмм или два, или три килограмма. Какой карп прорвется через это оцепление? Через этот круг? И кто полезет вообще туда? О, дай-ка я карману с эпухой, да, Миненко, Петр Петрович? Бах, бах, бах. Или ракетой с супом. Ба-бах в Ивановской. Хопчик. А там толстолобики плавают вот так вот. И отцов Петрович будет у вас, а не поклевки карпа. Я буду использовать его в качестве прикормки. Я сделаю одну точку с пелецом. Только пелец. Но не потому, что я такой великий стратег. Я просто забыл на базе бать пачку бойлов. И сейчас сделаю одну точку с пелецом. Буду ловить тоже на пелец. И буду забрасывать бойлы, вернее пелец при помощи кобры. По три штуки сразу. Посмотрите, как это будет выглядеть. Ничего не поймал. Тем отличается сложность. Тем отличается, вернее, обыкновенный водоем. Дикарь. От спортивного. То, что на дикаре вы можете много что уметь, но рыбу ловить не получается. И самое обидное, ты не знаешь почему. То есть, что не так ты сделал. Я не знаю, может быть, сложилась погода, ветер все время крутит. Может быть, я не то ему даю. Может быть, не там. Может быть, не в таких пропорциях. Но то, что видел, пугает то, что видел я сегодня толстолобика на пелеце. На рыбном. Это жесть. Потому что ну, толстолобик, если толстолобик приходит на пелец, это хана. То есть, кормить нельзя ни в коем случае ничем. Ни зерновыми, ни пелецом, ни толгними, ни бойлами. Толком не повалишь. Потому что он придет, станет, будет стоять. Карп они не пропустят. Поэтому тактика одна, это там всыпать вот так чуть-чуть-чуть бойлов, пожменьки. И ждать, что кто-то клюнет. Кто-то аккуратно, осторожно, очень. На спортивных водоемах, на водоемах с большой плотностью рыбы там проще. То есть, ты не клюет, ты знаешь, что ты что-то делаешь не так. Начинаешь экспериментировать, искать, что-то там насадки менять, оснастки, не знаю, подачу, прикормку, место. Ну, ты должен, ты, короче, знаешь, что реакция должна быть, а ее нет. И ты начинаешь разбираться, почему. Там проще, легче поймать проблему. Здесь, может, здесь рыбы нет совсем, но я не верю в это, потому что толстолубики плавают. Если толстолубики плавают, значит, ты должен и карп плавать, никуда он не делся, и амур где-то должен быть. Ну, где только его, ну, очень низкая плотность, маленькая, малая плотность. Поймать его, это большая удача здесь. Не знаю, ну, буду надеяться, у меня еще два дня впереди есть, что в эти два дня я как-то локально раскормлю точку. Не то, что там буду сыпать, а именно локально. Карп будет знать, что теоретически можно скушать что-то, кроме... Какого? Чем он там питается? Гаммаруса этого. Сильный ветер, очень шумит. В ушах шумит, целый день шумит. Не знаю, пробую пробовать спать. Хочется, да, собраться и уехать. Но у меня получается шестой холостой выезд сюда. Я не могу поймать шестой раз рыбу здесь. То есть... Но я должен поймать ее. Все, до утра. Надеюсь, утром я проснусь от паровоза. Это другие. Я поймал карпа. Получилось поставить хитрую ловушку и клюнул. Круто. Вот такая вот рыба. Красивый, очень бронзер. Чистенький. Моя дырочка первая. Это дикий карп. Абсолютно дикий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова